ну что же друзья прошли такие сумасшедшие выходные когда мы выбирали автомобиль понедельник вот видите тут пришел я забирать свою ласточку здесь написано солд портнов видимо это буква м такая это я ну что чистенькая пригнали ее из лос-анджелеса не ним не сама пригнали на машине такой специальный привезли абсолютно мой габарит вы знаете я вот последние 18 лет я же в этом габарите вот предыдущий мой mercedes и моя нынешняя мой нынешний lexus вот они все такого габарита там ну плюс-минус там 2 2 дюйма такого плана там салон такой светленький то что я хотел абсолютно абсолютно мой цвет мой габарит тут что-то такое написано даже не понял чтобы это тут а даймлер даймлер бэнс да я понял концерн ну что же вот вот она мне очень нравится цвет очень нравится я почему-то как-то сдерживал себя раньше и считал что красный цвет это для лихачей еще говорят что вот полиция на них плохо реагирует но этот не такой красный это не не как пожарная машина вы видите такой более более интеллигентный вот так что может быть прям сегодня вот из него чего-нибудь и запишем мне собственно ничего такого особого здесь не надо просто подхватить уже все заплачено там подписано и так далее видите друзья как пусто в 11 часов утра в динвершипе так что если захотите покупать автомобиль приходите в день приходите так к десяти утра можно конечно appointment назначить да мне на самом деле надо будет еще прикупить тут вообще магазины есть в динвершипах есть магазин они не круглые сутки работают и по выходным не работают мне надо будет коврики взять но единственно что у меня сомнения взять тут фирмовый такой или можете на интернете посмотреть там дешевле будет не знаю коврик понадобится и так друзья вот у нас елена елена следила за вашим обсуждением покупки да и за зрителями и за нами и за продавцами из других дилер шипов правда как интересно да сразу у них когда когда продавцы смотрят у них много других перспектив которых у нас нету вообще интересно очень как продавцу интересно и как покупателю мы со светланы какие типичные покупатели или не совсем или что-то такое с точки зрения то что мы вроде шли за одним смотрели на разные вещи типичные покупатели но интересно в том плане что вы делаете свой этот как это по-русски я не знаю research да вот это интересно ну в данном случае обычно к нам люди приходят они покупают машины или говорят что мы хотим тест-драйв нам никто не рассказывает про свой experience в других местах но это в моем случае потому что светлана мы так чисто эмоционально смотрели я думаю нет но я все-таки по-мужски должен брать насколько вообще женщины обычно влияют на своих мужей вот там люди говорят что фактически больше что света как бы вторую машину себе брала а это а я как бы вот типа подкаблучник такой и ушел в сторону но это как дом когда дом покупаете кухня если жене понравилось значит дом покупаем да не знаю как она в разные семьи по-разному у всех самом деле все по-разному но поскольку вы правильно сказали она будет водить машину тоже и ей нужно существенно конечно существенно то есть мы безусловно ее 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 мнение важно потому что надо чтобы она могла тоже иногда сесть за руль там и так далее ну что же вот как вообще вот машинка как красненькая да красавица ну хорошо значит так что мы теперь с ней вот у нас один ключ один машина пришла быстрее чем ключи хорошо 2 подберем ну так что тогда мы меня отправляем в дорогу ну что вот первый раз смотрим как она тот внутри красавица моя вот я взял с собой плюшку такую поскольку еще держалки у меня нет для камеры пока вот так будем ну-ка давай открывайся за что называется вот так что вот здесь вот видно где вот такая ситуация что я не расскажу и вот сюда вот Ага, понял Поди знай, друзья На кнопке написано было стоп А оказывается она закрывает Может она еще что-нибудь стоп тоже какой-то делает Это, наверное, какие-то такие акустические приборы Так, ну что Красиво Мне нравится Вот отсюда мы и рванем Хорошо Пока не тронулся еще Сколько там на... Нет, не видно, сколько на ней миль Пока Может быть совсем мало Пахнет изумительно Знаете, как новые машины пахнут А мы отправляемся выбирать два брелка Два, потому что два ключа? Да Или потому что один вам, один светлайн Понял, понял Это магазин Такой как бы местный Местный, да Тут кепочки Курточки Брелочки Здесь И там еще есть Выбирайте Ну, что сказать Друзья, ваше мнение Друзья, ваше мнение, к сожалению, здесь уже не сработает Поскольку надо сиюминутно выбрать брелочки Или выберите себе Вот я бы такой взял Зелененький? Да Один бы я взял зелененький Так А второй А второй Так, это девчачьи такие Не, ну, девчачьи я не буду Знаете, что, вот этот мне Вот мне вот этот нравится Я люблю массивные вещи Ну что, друзья Трогаюсь Трогаюсь в первый свой путь Хорошо Я, такое ощущение, что я всю жизнь Вот в этой машине ездил В смысле Привычности моей К габаритам И К ходу И так далее Ну, конечно, приятно, когда Запашок Там Новый Все дела Вот У меня еще Крепеж для камеры Пока не Не сделан хорошо Поэтому я так на подушечку пока поставил Не знаю Насколько вам хорошо там Чего видно Но вот Пока Как есть Первый Первый ход Значит, что мы скажем Что я скажу По поводу выбора машины Громко Громко говорит Вот Значит Так Я думаю, что направо нам все-таки надо Там То есть Так вот Что я хочу сказать Что Ага Что Я кое-чего для себя Из всего этого Извлек И При всем При том, что Вот тут нам люди Говорят, что я там Поспешно Или там Под давлением Там и так далее Я для себя Кое-чего Понял Значит Новый элемент Для меня состоит в том Что все-таки Это машина Которая На три года То есть Совершенно другое отношение То есть Не то, что я беру И думаю Сколько я на ней там Проезжу Ну и обязательно Я там Свои там Тридцать тысяч Там двадцать пять Наезжу И мне Собственно Больше не надо Потом пойдем На другую Что я еще понял Что Тест-драйвы Надо делать Периодически Систематически Вот там вышла Моделька Пошел Прокатал Есть какая-то Которая не попробовала Надо попробовать То, что Ребята говорят А что же Вот я ту не попробовали Вот ту не попробовали Сю не попробовали А мы попробуем Мы пойдем И И попробуем Не потому Что Там мы в долгу Перед кем-то И не потому Что То Там еще что-то Там лишний сюжет Это снять Вот Но Как бы Актуальность Выбора машины Снимается Мы уже спокойненько Спокойненько Пойти Почитать Посмотреть Прийти Покрутить Там повертеть Составить какое-то Впечатление И так далее Может быть Мне кажется Высоко Сейчас попробую Вот так Значит И Соответственно К моменту Когда через три года Понимаете Я теперь К чему должен готовиться К тому Что через три года Я пойду выбирать машину И это будет Если не по нулям эмоций То близко к тому Потому что Я уже буду точно знать Чего я хочу Вот Понимая Что через три года Мне предстоит Там есть Ехать на новой машине Я уже хочу Я уже сегодня Это знаю И я уже сегодня Зеркала пока настраиваю Пока вот мы с вами там едем Вот Я уже сегодня Это все знаю И я хочу быть готовым В том смысле Чтобы не иметь Никаких случайных Там Выборов А четко-четко знать Уже перепробовать Задолго до того Как мы что-нибудь купим Вот так Такой план у меня Если мы дома Ходим смотреть Без того Чтобы вообще иметь Какой-то интерес Там Ну я для вас Конечно снимаю Но Хотя иногда тоже бывает Вот так эмоционально Пошли смотреть Вот дом Из Палалта Света говорит Я бы тут переставила Там Переставили Ну переставь Ну вот купили дом Переставили Вот сейчас Сдаем Поэтому так Тоже бывает Друзья Мы все Эмоциональные Люди И не только женщины Но и мужчины В общем по-разному Я надеюсь Что Вам было интересно За нами Пораблюдать Мне самому Было интересно За собой Понаблюдать И за Светланы И за нашим Взаимодействием И мы Как-то Безусловно Что-то для себя Такое Из этого Вынесли Слушай Как тормозит Потрясающе Знаете Я вот так Тут Втискиваюсь Давайте Я вам Может быть На дорогу Покажу Как выглядит Так Надо Камеру Камеру По-другому Поставить Ну вот Я надеюсь Что вот так Вам Наверное Будет Как бы Потише Что сделать Что-то Коричит Здорово Эта Штука Наверное Какое-нибудь Колесико Есть Я просто Не хочу От дороги Отвлекаться Не знаю Так Наверное Вот это Колесико Вальюм Тут есть Не знаю К чему Там Этот Вальюм Относится Да У меня Такое ощущение Что вам Камера Может Отсвечивать Там В стекле Может быть Вы ее Там Видите При том Что Не очень Стремитесь К этому К вопросу О том Что тихо Ли в ней Я бы Сказал Что да Вот мы Сейчас Идем 50 миль Давайте Я отойду Тут С этой Полосы Значит 50 миль 60 миль Вот так Идет В общем-то По далеко Не идеальной Поверхности Все Я навострился Делать тише И громче Понял Понял Тут был колесико Я его Подозревал На нем Правда Так и написано Что громкость Но Мало ли К чему Относится Бывает Мы еще На самом деле Изучим Очень тщательно Я обещаю Что мы Очень тщательно Изучим Меню Я обещаю Что мы Со Светланой Ваше Я так точно Подразберусь В разных Фишечках Которые Есть В разных Автомобилях И все Их Перепробую И вам Потом Расскажу То есть Я Обещаю Стать Грамотным Грамотным Покупателем И Эксплуататором Автомобилей И В следующий раз Буду На порядок Более Таким Осознанным В отличие От того Что сейчас У нас было Но Тем не менее Мы Вынырнули В правильном Классе То есть Там же Где и Собирались Вынырнуть И В общем-то Я хотел Красную Я получил Красную Светлана До сих пор Ей не очень Нравится Что она Красная И вот Она считает Что это Неправильно Но это Она Как бы Для себя Будет Выбирать Что я хочу Сказать По поводу Интересного Вопроса О том Что вот Кто-то Может мне Что-то Навязать Друзья Это не Совсем Так Попытки Навязать Делаются Часто Но Навязать Мне то Чего я Не хочу Невозможно Когда-то Например Света Категорически Возражала Против того Что была Эта школа И она Говорит Не надо Нам этого Ничего Но Поскольку Я Хотел И меня К этому Делу Тянуло То оно Случилось Независимо Ни от чего Поэтому Степень Влияния Светланы На меня И меня На Светлану Имеет Ограничения Определенные Но мы Конечно Мы такой Сросшийся Организм Единый Который 42 года Вместе Поэтому У нас Есть Какие-то Свои Способы Общения Которые Вам У нас Вот Как бы Своё Вот А вы Уж там Как хотите Так Я пытаюсь Камеру Приладить К сожалению У меня нет Экранчика На котором Я мог бы Посмотреть То есть Я могу На сотовом Посмотреть Но Сами понимаете Первый Первая Поездка Моя А сколько У меня Тут на ней Интересно Миль Надо понять Где посмотреть Наезженные Так А 360 Друзья Все Что есть На этой машине Это 360 Миль Вот Такая Она Новенькая Вот Так что Посмотрим Пока что Я доволен Просто И Исключительно И Я думаю Что Те из вас Кто говорил Что машина Шумная Ну Вот Может быть Вы Пересмотрите Как бы Или Так Скажете Что Не такая Шумная Конечно Зависит От того Где сидит Человек С камерой Какая Это Камера Надо Надо Сказать Что Когда я Снимал В субботу Что Произошло У нас Была С собой Коробочка В коробочке Там были Камеры Разные Аксессуары И так Далее Но В итоге Вышло Так В силу Заряженности Незаряженности Разных батареек И всего Что было С собой Вышло Так Что сначала Я снимал Вот на ту же камеру Что и сейчас Она Это Sony И она Со стабилизацией Там гораздо лучше Картиночка И так далее Когда батарейка Села Я заменил ее И у меня Запасная Есть Но когда Уже Запасная Села Я взял Камеру Я взял Камеру GoPro Которую У меня Трешка Есть Старая На нее Раньше Снимал Там Вообще Стабилизации Никакой Нет Картинка Намного Хуже И так далее Но оказалось Что там Батарея В силу Что давно Не пользовались Тоже Недолго Прожила Но вот Вышло Так Сори Из-за Этого Я мало Снял В Акуре Я почти Ничего Не снял Там В Дилершипе Мазерати Который Вместе С Там С Фиатом Там Где Alfa Romeo Стоял То есть Там где Было По 3 минуты По 2 минуты Это просто Так Получалось Что батарейки Садились Я бы Больше Конечно Снял А когда Мы добрались Уже До Мерседеса До Мерседеса Там у Меня Была Нормальная Камера Сони Обычная Моя Камера Которая Может быть Совершенно По-другому Писала Звук Поэтому Я Хочу Сказать Что В общем Держит Там И так Далее Но Она В общем Тихая Тихая Тоже Так Что Я Приехал Домой Я Не Стал Я На самом Дели Должен Был Бы Заехать Ехать Сразу На Работу Но Я Просто Ой Господи Просто Забыл Таблеточки С утра Принять Поэтому Я Заеду Приму А Я Может Даже Не Буду На Драйввей Становиться Я Ну Что Друзья Вот И Улица Эл Камина Рил Которую Вы Привыкли Наблюдать Из Окошечка Моего Автомобиля Вот Можем Можем Попробовать Сравнить Но Еще Раз Камера Закреплена Не Так Как Обычно У меня Камера Закрепляется Ну Вот Как Есть Так Пока В первом Приближении Надо Сказать Что Я Наслаждаюсь Ходом Машины И Вот Ощущением Вот этим Водительским Это при том Что я на самом деле Еще не Не настроил Не подогнал Сиденья Под себя И так Не Не поработал Аккуратненько С Зеркалами Там И всякой Такой Всячиной Которая требует Некоторой Настройки А вот Так Пока Просто Вот Сел Поехал Спешно Не 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 Почитал Инструкций В пятницу Нам Сказано было Вместе Со Светланой Приехать На Дилершип Где-нибудь В течение Дня И Пройти Курс Молодого Бойца С Еленой Ну Я Надеюсь Что нам Удастся Кое-что Посмотреть В документации За это Время И так Ну Освоить Может быть Какие-то Видео Есть Мы Поглядим Пока что Для меня Таким Челленджем Является Научиться С голоса Управлять Системой То есть Вместо Того Чтобы Крутить Колесико И там По буковкам Вводить Город Улицу И так Далее Я бы Хотел Приспособиться К этой Системе В управлении Голосом Для этого Мне нужно Будет Как-нибудь Так Свои Голосовые Связки И всякие Другие Дела Поднастроить Под американскую Е Поэтому Чисто так С русским акцентом Оно не принимает То есть Принимает Но по-своему Поэтому Тоже Очень интересно Хотелось бы Хотелось бы Научиться Так Чтобы Она С голоса Брала Вот Это Это Прикольно На самом деле Очень удобно Ты говоришь Адрес Она едет Знаете Или там Говоришь Позвонить Там Вася И она Набирает Телефон Вася Это Очень Классно Если Есть Взаимопонимание Между Твоим Голосом И Его Распознаванием Со Стороны Системы Ну вот Вы знаете Что я скажу У меня Ощущение Такое Субъективно Что сейчас Тише В салоне Чем Когда мы Едем Ехали В Лексусе Субъективно Не могу Сказать Ничего Больше Вот Чисто Так По Восприятию Может Быть Знаете Что Еще Вибрацию От Дороги Или Скажем Так Рельеф Рельеф Дороги Я Сейчас Ощущаю Более Четко Чем Когда Ехал На Лексусе То есть Там Как-то Помягче Все Это Было То ли Подвеска В целом Мягче То ли Это Еще С Колесами Связано Здесь Резина Стоит От Такой Спортивной Машины Она Недолго Ходит Кстати Это Резина 1020 Миль И Надо Ее Менять Она Такая Прикольная Там Как бы Резина В резине То есть Если Ее Проколоть Например То Еще Миль 50 Можно Спокойно Е Но Ее Нельзя Чинить То есть Выбрасываешь Ставишь Новую И Она Быстрее Изнашивается То есть Она Как бы Для такого Более Серьезного Перформанс Вот Но Может быть Это Именно То Что Мне Кажется Похожим На Порш Вождение Порша То есть Присутствует Здесь Это Вот Эта Связь Интимная С дорогой Вот Так вот Рельеф Местности Или Скажем так Несовершенство Дорожного Полотна Я Ощущаю Буквально Попкой Знаете Так оно Потряхивает Вот И Так вот Такое Ощущение Что в Лексусе Было Помягче Как-то Так Но там Но там И резина Другая Была То есть Как бы Я понимаю Что это Не только Подвеска Но это Может быть Еще и Резина И может Быть Еще Сто Разных Вещей О которых Я понятия Не имею Может быть Вы подскажете У нас Зритель Очень Развитый В этом плане Подкованный А есть Так вообще Профессионалы Которые Тоже В общем Делятся И Я Я очень Признателен На самом деле Вот Я к сожалению Не мог Удовлетворить Всем вашим Вкусом Одновременно По выбору Автомобиля Это Это было Понятно Изначально То есть Если 17 Моделей Нам Тут Насоветовали Я их Список Все Аккуратно Я еще раз Повторяю Я их Все Допробую То есть Не то слово Как я их Допробую Вот И побольше И поменьше То есть Мы не оставим Это все В туне Так Все это будет Задействовано И если я где-то Вот я вижу Там есть Какое-то количество Людей Которые с Вольво Дружат И они Говорят Что же вы Так вот Ну я поезжу Ну подождите Ну я обязательно Поезжу и на Вольво тоже Я понимаю Что просто Посидеть в салоне И сказать Что-то тут Аскетично Это маловато Будет То есть Конечно Надо еще и сесть И прокатиться И так далее Ну просто Вот на тот момент Как бы Вот так Был Сделан выбор Из большого количества Нужно было Вот относительно Короткое время Чтобы не растягивать В общем-то Нужно было Какое-то решение Принять Вот оно было Принято Таким образом И я Очень хорошо Понимаю Несовершенство Того образа Значит Принятия решения Который Имел место Поэтому я Раз Очень много дел Сегодня Счастливо 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 Счастливо